И сегодня отмечает юбилей выдающийся ученый, который стал лауреатом Нобелевской премии по медицине ровно 10 лет назад. То есть дата получилась двойная. 80 лет исполняется британцу Питеру Мэнсфилду, изобретателю магнитно-резонансного томографа МРТ, без которого теперь невозможно представить современную диагностику. В начале 70-х разработку восприняли скептически, но спустя годы этот прибор появился в каждой больнице и помог спасти десятки тысяч пациентов. С юбилеем встретился наш корреспондент Дмитрий Сошин. В молодости Питер Мэнсфилд занимался ракетной техникой и мечтал о полетах к звездам. Но глубины атома манили больше, чем глубины космоса. В начале 60-х он увлекся явлением ядерного магнитного резонанса, то есть изменением свойств вещества под действием внешнего магнитного поля. Как-то в перерыве между опытами он с друзьями вышел попить кофе. В этот момент меня озарило. Я подумал, а почему бы нам изучать не химический состав вещества, а его структуру? И почему бы не исследовать структуру живых тканей? В 72-м научная группа Мэнсфилда создала прототип первого магнитно-резонансного томографа размером с небольшой радиоприемник. Чтобы его опробовать, срочно нужен был доброволец. Ведь американские физики шли по пятам. Был у нас в группе парень Эндрю Моузли. Аспиранты. У него были маленькие тонкие пальцы. Я уговорил его стать добровольцем. Отверстие в рабочем магните было крошечным, и он с трудом смог просунуть в него всего 4 пальца. Подробные до мельчайшего сосуда снимки пальцев Эндрю Моузли поразили ученых. Но британские врачи-радиологи еще десятилетия не воспринимали их всерьез. Аббревиатура МРТ вошла в обиход лишь в 86-м, заменив ядерно-магнитную резонансную томографию. После Чернобыля слово «ядерный» пугало людей. Томограф – это замечательный пример того, как последние достижения физики конца 20-го века трансформировались в сложный прибор, при этом легкоуправляемый прибор, который может удивительным образом видеть все, что происходит в человеческом теле. При этом этой машиной управляет не ученый-физик, а врач. Сейчас и сосчитать невозможно, сколько жизней по всему миру спасла эта большая тарахтящая машина. Магнитно-резонансная томография – не единственный способ исследования человеческого тела. Но именно МРТ и компьютерная томография позволили заглянуть внутрь черепной коробки. И не только поставить диагноз, но и подсказать пути лечения. Эта технология должна быть в каждой больнице. Почему? Потому что она дает очень много информации. Второе – она не дает побочных эффектов, нет облучения. И третье – эту технологию легко воспроизводить. За свое изобретение, Нобелевскую премию, Питер Мэнсфилд и американец Пол Лоттербур получили лишь в 2003-м. К этому времени в каждой крупной больнице мира стоял их прибор. Я еще в 70-е и знал, что Лоттербур делает похожий аппарат, и знал, что он частенько приезжал к нам в Ноттингем. Иногда раз в неделю прилетал из Америки. Я думал, что он за нами шпионит, а у него тут, оказывается, был служебный роман. Изобретатель магнитно-резонансного томографа не раз ложился в свой аппарат. Раздражает его только то, что нельзя двигаться, и ничего не видно. Магнит перед самым носом. Ребята, я много раз им пользовался, и заверяю вас, никаких последствий.